всем привет дорогие друзья добро пожаловать на обзор под номером 279 записываю рандомно ну не совсем но в общем то этот у нас обзор спонсируемый так скажем не будем называть имен потому что неизвестно желает ли это имя знать что он спонсируемый ну так как бы лайтово спонсируемый так сказать а в общем то он старается 3 очень старая карта естественно есть тайм-ресет который запрещен на варкапе и естественно он так устроен что обратно мы на старт попасть не можем в общем то давайте начнем давайте сначала посмотрим карту если нас обычные пады далее 2 2 ракеты с которыми мы должны перелететь эту яму мы ее успешно перелетаем за ворот и плазма с гранатой и нужно подниматься наверх собственно граната лежит последний поэтому даже если у вас авто свеч граната обязательно будет у вас последний в руках поднимаемся наверх здесь у нас нужно плазмить по стеночкам ну либо стрейфе да кому как удобнее или джамп здесь у нас слив поверхность и мы не долетаем ничего страшного передолетаем поднимаемся в огромный телепорт и здесь уже у нас собственно близок очень финиш здесь просто стрейф 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 и поднимаемся наверх вот собственно и все такая вот она небольшая простенькая карта и у меня по моему даже на ней в р если я не ошибаюсь ну проверим потом что по роутам цпм в кудре как всегда я конечно умолчу и мы узнаем все в дымках но в цпм так как у нас есть большая платформа на старте естественно можно крутить какой-то при джамп и какой-то при джамп крутить нужно я даже так скажу крутить вполне себе нужно и можно делается для это для того чтобы срезать последний вот этот прыжок и с этого плата сразу долететь сюда и начинать отстреливаться отстреливаться можно как двумя от пола так и делать одним гб а вторым просто сохранять высоту и потом на скорости 1400 заворачиваем сюда здесь кидаем гранату и вот здесь самое главное не слишком высоко подлететь и начинать сразу плазмить вдоль стены плазма у нас немного и нужно будет учить пока здесь выхода нету нужно нужно будет учить спейсинг примерно как нам нужно стрелять чтобы собственно сразу попадать телефон так пока сделаем и попадать нужно в телепорт не просто залетом а перед этим делая прыжок чтобы делать двойной выпрыг и стал залетать на слив и выпрыг естественно нужно делать в правую сторону но мне удобнее в ней мне удобнее делать в левую но я делал правую потому что мне удобнее от правой стены отталкиваться ракеты следовательно дальше мы просто сликаем набираем много скорости и здесь просто выпрыгиваем из телепорта и финишируем вот и все роутон как бы не особо сложный но выполнить его нужно очень четко и основной конечно плюс всегда будет на старте все будет зависеть от того с какой скоростью вы повернете какой траектории вы повернете потому что здесь у нас такой поворот что чем раньше ты повернешь даже если у тебя будет чуть меньше скорости тем больше будет плюсы в итоге ну и в демке мы в демках я думаю мы это все увидим и осознаем по чекам ну в общем то такая вот карта тоже она не не большая как и fx ран давайте наверное смотреть демки потому что тут больше особо сказать нечего можно конечно с гранатой после плазмы делать гб да например вот таким вот образом но учтите что пока вы опускаетесь на полу вы теряете время за это время вы можете уже успешно начинать плазмите быть этого по центру стены а по центру этого пада большого ну и наберете вы конечно же с хорошим углом от стены гораздо больше чем просто от гб хотя возможно если все сделать прямо супер четко с этим гб то может быть скорости будет и побольше но я почему-то как бы задрачивал именно плазмоклевку по стене ну ладно давайте начнем смотреть демочки в кутри демок у нас в этот раз много все они около 40 30 секунд пм по моему ну да 26 ну или рекорд вроде как 25 давайте мы сразу проверим вот старый ц старый ц старый цена 25 и 4 я еще в фоне и играл а я наверно тестил просто ну ладно но мы обязательно ее посмотрим когда придет время и посмотрим как она все должно быть итак по кутри так вот такое кутри кузбук 444 в кутри здесь естественно просто первый прыжок на одном паре а вот дальше в кутри очень интересно потому что здесь наверно будет все заключаться в хороших гранд фреймах хорошо словил гранату по стене не плазмил и просто пропрыгивал но так естественно проще сориентироваться если не плазмить у тебя всегда более-менее одна и та же скорость при стрейфе но здесь в кутри конечно эта рампа да она возможно очень мешала но в топовых дымках посмотрим как решили эту проблему ну и здесь естественно просто трейф здесь рампа тоже не не очень высокая и на скорости стрейфа там около 800-700 опсов она нормально в принципе пропрыгивается к тому же оба теперь можно выключать это вам не 4-5 лет назад когда еще не было даже но об серверов в общем-то давайте дальше 44 кузлях так более четенько здесь у нас сначала хорошо забрался наверх выпрыгивал у кутри естественно нету и почему-то вот кстати стрейфе возможно не знали что там слик и возможно кто-то реально не прочутал что там слик ну и финиш достаточно хороший ну нормально так а 41.4 немножко немножко все лучше и лучше у нас демочки первый прыжок естественно нападе хорошие гранд фреймы но здесь не очень оптимизирована луку заехать все-таки получше вышло и вот молодой человек судя по всему собирается стены стрелять еще но угол тоже не самый оптимальный тем не менее это получается быстрее чем стрейфом и будет и сликать сликает знает что здесь слик и задом неплохо хорошая ориентация пространстве ну стрейф конечно пушки хорошие все нормально но со стрейфом конечно надо поработать со стрейфом надо постараться только 8 тонн так хорошие ракеты я думаю даже что можно врезаться там стену наверное мы это увидим и тоже собирается не подошел к стене чтобы максимально рано кинуть гранату просто чуть-чуть поближе ее к стене кинул такое тоже допускается посмотрим как у нас топовые люди прошли тоже видимо не знал что тут слик но текстуры не особо прямо другая просто другого оттенка поэтому я уверен что мы еще увидим демки в которых нету слика 48 неплохо стрейф уже получше так комполомус всего на фрейм за фрейм за фрейм 48 так комполомус стараться будет у нас сегодня вот вот можно врезаться и сразу направлять себя на гранат здесь уже гранат кидал сразу и только потом переходил на стену я думаю что такой вариант самый быстрый должен быть и здесь уже сликал ракету не использовал возможно здесь все используют до 4 ракеты но можно их 3 ракет 3 ракеты будет побыстрее потому что одну мы тогда используем на слике ну и неплохой финиш ну стрейф конечно можно было бы и получше у кого проблемы со стрейфом ребят играйте пады играйте пады чтобы хорошо ориентироваться в худе и на стрейфах по прямым это очень важно поиграть пады не нажим не надо их прямо затрачивать не нужно их прямо прочить до потери сознания просто поигрываете там не знаю найдите себе какую-нибудь падовую карту которая для вас более-менее сложная но вы можете ее пройти и дрочить ее все в этом залог успехов 39 и 9 и бог на целую секунду перебит а кидал гранату наверх тоже в принципе допустимо даже с плазмоджамбом проходил знает ли про слик да знает про слик подсляшка хорошая на рампе ну и выку 3 здесь конечно вот это вот место наверно не очень нормально нормально в конце пока у всех проблемы никто пока быстро не прошел сергей куш 39 2 так возьмем по стене скорости много почти 900 упсов нормально с плазма так 3 ракеты будет залетать хорошо ну и более четкая траектория на финише правда один прыжок потерял на рампе но ничего страшного 39.0 волканоид а вот если бы не потерял кстати стрейфу более четко то перебил бы волканоида и пашку заодно перебил так 39.0 волканоид у нас без худов играем мы это играет мы это помним неплохой пока что старт очень нехорошо поплазмил сохранил себе плазмы разогнал до 1000 упсов сразу с двух прыжков попадал на слик ой немножко не до стрейфливает но без худа играет молодой человек ничего страшного цельки 0 а вот встретил бы получше волканоид кстати тоже может если хочет прямо типа импрувнуться волканоиду тут еще более полезно играть пады без худа чтобы примерно четко ощущать как бы ну при не примерно четко ощущать где находится хук так пашка 39.0 немножко перебил вулканоида пока все неплохо так чуть не упал даже было тоже двух прыжков сразу на слик и залетать будет судя по всему из четырех ракет а даже одна осталось то есть это тоже минус одну можно было использовать на слике и тогда там был бы гораздо быстрее ну про стрейк я уж ничего не говорю пока из 82 шанди так неплохо много скорости тоже кидал наверх вау 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 так это приз оригинальность у нас тут пахнет призом пахнет призом о шанди так и 4 ракеты использовал да и хорошо по стрейфил в конце можно конечно лучше как всегда но по стрейфил хорошо лунтик 377 неплохо на 500 перебила шанди так по правой стороне интересно а он не врезался просто два прыжка срезал в викторию сейчас посмотрим второй чек тоже кидал наверх тоже сохранил много скорости 10 и 7 нет судя по всему вырезаться быстрее 1000 после плазмы и те 4 использовал много скорости хорошо сохранил на рампе так и осталось только стрейк вот на финишировал где-то 700 упсов нормально в топ-10 онлайне залез нормально вот фишировал 700 упсов а всех пока там около 600 было нормально хорошо прострейфил так посмотрим вот такой вариант исполнения в один прыжок так это это вот нет ну нет все таки я за оригинальность пока шанзи то что граната плюс плазма а просто гранату словить это ну не знаю 9.5 кстати второй чек то есть одним прыжком по идее быстрее а лунтик сделал с двумя и я могу объяснить почему у лунтика получилось с двумя а у мразарова с одним потому что лунтик шел по правой стороне конечно он его перебил не намного лучше и возможно у лунтика финиш быстрее но старт зарешал потому что на старте получается от мразарова где-то около 600 плюсом как бы от лунтика лунтик шел по правой стороне а мразаров по левой и мразаров себя сразу мог второй ракетой направить в сторону поворота следовательно и траектория у него гранате было будет короче а лунтик по правой стороне шел попытка конечно хорошая так сказать но лучше в ку-3 всегда надо учитывать траекторию в ку-3 иногда даже можно стрейфить в минус скорости грубо говоря но зато и типа лучшей траектории потом нагнать ну что в ку-3 такая весьма специфичная физика и некоторые моменты даже даже одинаковые моменты на картах могут решаться по-разному в зависимости от обстоятельств то есть как в каком-то случае роут лунтика был бы быстрее но мразарова в этом случае естественно быстрее так и сев 36 так хорошие углы нормально шину 600 упсов правда совсем мало так все четыре ракеты использовал много скорости на рампе хорошо не потерял почти опа вот вот они роуты пошли стрейфовые но не факт что это конечно быстрее потому что не знаю надо надо смотреть конечно сравнивать надо тестить как быстрее сделать финиш но вариант хороший что ты сохраняешь больше скорости но мне кажется лучше всего не тормозить не об стену а делать просто граунд фрейм на самой рампе то есть не полноценный прыжок на рампе а делать граунд фрейм и тогда будет хорошая траектория и скорость и теми 0 строн без пятое место занимает так стройка сдавается но прыжка уже минус так тоже в два прыжка вот сейчас посмотрим чек 9 и 6 тоже смотри-ка но он все равно все равно а все ашанди извини извини нету приза за оригинальный тебе но попытка хорошая походу у строн без то есть приза оригинальность ну с граунд фреймами надо поработать конечно строн без то потому что вот эти серку и у него не очень четкие получается он на этом потерял сутки 2 наверно а а ракеты очень классные очень классные ракеты красавчик 35-7 бридж четвертое место блин подвиться надо ребят ты оброс совсем так вот здесь он вот в один прыжок кстати говоря вот 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 идеально в один прыжок очень хорошо по траектории по всем составляющим 9 и 2 чекпоинт скорости конечно не очень много после плазмы но но он слишком много поднялся там же дают определенное количество плазм извини строн без слушаю вы еще сегодня вот гранд фрейм на рампе вот вот об этом я говорил вы сегодня все призы за оригинальность просто дына эти ребят о прогибов третье место неплохо что я говорил про плазму плазмы определенное количество следовательно нам на подъем нужно потратить как можно меньше в идеале залетать вообще не подлитая то есть залетать заступом и тогда мы очень много скорости за имеем на прямой и собственно скорость подъема у нас просто нигелируется нивелируется точнее скоростью подъема да не подожди скорость подъема в общем ну вы поняли короче что мы по прямой просто этот минус который мы чуть-чуть медленнее поднялись мы его отобьем мгновенно и выйдем даже в плюс так противов 34 8 эти место неплохо мне а парки поп красавчик парки поп нормально начинает бомбить так 1500 тоже в один прыжок ой тут не сразу пешком прошелся это минус конечно сейчас человек не очень хороший будет вот вот то есть ты залетел и у тебя сразу 1200 с плазмы это очень много он за счет вот этого даже учитывая что нету 2x хотя скорости без 2x больше но это просто красиво да согласитесь даже и стрейк кажется получше и без гранд фрейма очень хорошо пошел прямо реально очень хорошо прошел то есть вот он просто поднялся и сразу начал плазмить 1200 в итоге у него скорости а у брича было сколько у него там типа 700 и видите разница какая в секунду и ракеты быстрее без 2x то есть 2x конечно быстрее красивее да делать и по ощущениям типа что я сделал 2x стену на ходу это я весь такой крутой по ощущениям это конечно так сказать щекочет само мнение но да в дфраке конечно нужно тестить и смотреть а точно ли быстрее а может он 2x не очень хорошо словил надо попробовать словить хорошо может быть скорости будет больше а может быть 2x можно вообще не использовать рампу потому что в этом случае у нас будет и много скорости и мы сразу в телепорт попадаем ну в общем надо смотреть 347 кейс второе место поздравляю тебя и шлунтик все по правой по левой стороне идут тоже в один прыжок ой пешком ходил не ну такой вариант конечно тоже доступен что ты раньше начинаешь поворачивать 1000 скорости но я подозреваю что он к слипу пришел гораздо ну не гораздо но немного позднее чем тот же прокипоп ой хорошо застрейпил в конце нормально хорошо застрейпил 347 и первое место роман на целую секунду я подозреваю где он ее нашел но давайте просто посмотрим 33,6 это возможно вр это еще и на в онлайне было заодно и узнаем вр и это а вот он с прыжком он не ходил пешком просто с прыжком сразу залетел из прыжка тоже 1300 скорости у него сразу отстрел 1700 1800 после рампы ну и судя по всему без гф и быстрее и застрел красава роман нормально очень четко ну можно наверное по любому у тебя были плюсы можно наверное сделать ракеты побыстрее плюс в конце как-то может еще роут пересмотрите пострейфить получше но не знаю ну стрейфить лучше я имею ввиду более эффективный роут следовательно стрейфить более правильно итак я последний не последний неплохо кузырь целую минуту походу отправил тест ничего страшного мы посидим посмотрим я глупнул кофейка сервертайм полторы минуты все прекрасно хорошо славил гранату хорошо так без слика без слика не а ну все понятно здесь мы остановимся очень долго жмешь прыжок поэтому скорости набираешь мало кузлях а мы с димоном что говорили кто у нас долго жмет прыжок тот сидит без комментариев но так как это не стрейф сделаем поплашку хотя можно и помолчать если бы я монтажил эти обзоры я бы сюда шоу бы нехило музыку подклеил ой еще врезался в стену ну совсем в тильте кузлях кузлях не грусти не грусти кузлях все получится просто карта вероятно не самая удачная для тебя на данный момент вот и все я последний 36.6 здоровый человек хороший тайм хорошая температура так сказать одного прыжка на старте сразу минус по правой стороне тоже минус особенно в цпм потому что ты можешь поворачивать видите как много скорости потерял еще траектория более круглая получилась поэтому большой минус пытался сделать буст ну он почти получился кстати ну конечно не реализован здесь дабл джампа сразу прижимается потерял кстати говоря на первой ракетке очень много скорости не знаю как так вышло надо в таймскейле смотреть ну и просто получше заставить в конце неплохо мистер машурум из ямайки в натуре из ямайки 35.8 в натуре из ямайки прям в натуре не знаю вот на комфиде то в моем бегать интересно так стомка вперед поворачивал стомка вперед не самые эффективные повороты угол на плазме неправильный 58 нам абсолютно не подходит прыжок тоже жмет долго из-за этого набирает очень мало скорости использовал не все четыре ракеты и как-то так взял и застрейфил на финиш но неплохо неплохо на секунду перебивает томми 34.8 так по левой стороне тоже стомка вперед поворачивал ничего страшного чуть подальше от сены кинул гранату можно прямо в стену кидать ничего страшного не будет boost boost пытается но не получается ничего страшного это еще это время вылечит так сказать хорошо просликал об стену тоже потерял там видимо тоже об стену потерял скорость нужно стрелять немножко по другому и даже не делал дабл джамм в конце но кстати говоря вот этот в конце рампа в цпм достаточно спорный момент потому что если хорошо застрейфить то ты по спейсингу не попадаешь под этот дабл джамм и эффективнее будет просто начинать уже поворачивать к финишу не пытаться сделать этот дабл джамм сохранить скорость а просто прыгать на рампу терять немного скорости но зато он быстрее финишируешь тем больше что там два прыжка и готово на час 32.2 play play кому play димон спит димон в оффлайне так при джамп кто-то стримов посмотрел но не очень внимательно потому что по правой стороне по правой стороне нам не очень подходит но сделал буст буст это хорошо еще буст ну почти почти я думаю что если получается вот такие бусты крошечные то нужно про их просто пойти и потренировать на карту с бустами и понять как делать не на 650 буст а на 800 900 тысячу и даже побольше 34 скуби тоже по правой стороне ну что ж вы все по правой стороне то это это не быстрее вы делаете тут огромный круг из-за этого да и гранату прямо у стены это это не совсем быстро но зато много скорости вдоль стены и подлетел с плазмы кстати говоря тоже высоко слишком много скорости и хороший финиш весьма весьма хороший финиш от под 34 на 40 всего перебил так по левой стороне будет по левой стороне ну и в цпм естественно эффективнее видите он гораздо быстрее повернул в плазме углы хорошие 1100 скорости чуть не упал было прислонился к слику сразу залетает в телепорт ну и здесь по кратчайшим так сказать дорожкам надо стрейфить нормально нормально сергикус 30-0 бр Setup c с т т да да это что-то я залип как мы видим плюс 20 секунд нормально ну вроде как все неплохо правда на ракете кажется было мало скорости 30-0 вулканой так хорошие траектории хорошо словил гранату угол не самый был правильный на подъем но ничего страшно это какой-то вес вставил был почти получился или или джамп ракеты тоже достаточно неплохие краешек рамка к сожалению не зацепил и в конце вот пришлось всяко вилять вилять и на этом потерял очень много времени на самом деле 29.9 хардкор ну как много демок цпм господи я вслух да сказал присылайте присылайте ничего страшного так кидал наверх буст получился буст с плазмой нормально 1200 пролетел еще буст прыжок на самом деле был лишний потому что можно было спустя просто соскользнуть на пол и и вот забыл джампом сразу залетел на финиш финиш конечно гораздо лучше чем вулканоида кайкс 27 так хороший поворот на гранату хорошо поймал но слишком высоко подлетаешь тут тут суть не в том чтобы высоко подлететь на этой карте а в том чтобы сохранить себе максимальное количество плазмы после подъема потому что у нас потом прямая где надо плазмить но в целом неплохо тоже очень быстро тоже дабл джамп заигнорировал в принципе решение правильное батьте по до 29 и 5 так при джамп у нас есть правда скорость примерно такая же но ничего страшного неплохо завернул сразу к стене прислоняется 1300 ну можно получше конечно я не помню на самом деле сколько у меня там слик не очень хорошая думаю что слик стоит потренировать а вот как от себяшка была в рампу очень даже кстати и с дабл джампом залетел от 9.5 гмук . 29.4 вот залетел хорошо но цпм как раз таки можно начинать не как вы кутри ты можно начинать сразу плазмить а не делать лишний прыжок да и вообще можно по идее там от стены буст сделать залить и подлететь очень низко и сделать от стены буст и возможно это даже будет быстрее если этот буст хорошо сделать но не знаю все таки просто плазмить по стене и проще и быстрее скорее всего лунтик под земли один что мало лунтик мог бы получше этаж пушки все-таки тут бусты есть так опять по правой стороне опять ошибка хотя завернул неплохо на самом деле за ски мил еще 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 буст давай нормально лунтик все но чоп чоп ты как бы из андер атак так сказать и в конце очень хорошо по траектории застрейфил блин нормально 3 4 густа сделал 4 густа на карте сделал нормально а я вроде ни одного не сделал кстати но по моему роуту не нужно вроде посмотрим посмотрим что там еще ребят может еще кто-то нормально 4 густа лунтик посадочек 287 космобикер так неплохо завернул на плазму но тысячи скорости всего не очень хорошо хорошо сликает много скорости одну ракету еще не использовал и по траектории тоже все отлично ну более как-то казалось бы да как-то смайк перебил перебил потому что но финиш вроде как немножко получше визуально а вот плазма у лунтик у лунтика все-таки кб это медленнее чем плазмить по стене потому что во время г.б. ты набираешь скорость только во время слика ну может быть если только прям крутые г.б. сделать и то и ты будешь иметь 1300 грубо говоря на последнем уже г.б. это там на падах а тут ты из плазма земля по стене ты и получаешь получается там 1300 то и больше до упадов так что по идее плазмить быстрее по стене будет и буст тоже не везде уместен так что ну это надо учитывать понятно что это лишняя практика да для кого-то и сделать буст в радость но все-таки если работать на рекорд то возьмите быстрее кипиш 28 едва очень много плазмы потратил но 1200 все-таки смог выбить из двух прыжков на слик сликает хорошо где 300 подсебяшка и хороший финиш весьма и весьма так 28 0 шарлон чарлон бонсуа так приджанд у нас тут вот как вариант две ракеты так можно использовать очень высоко подлетел очень мало плазмы осталось всего 1200 ну сликает не очень хорошо на самом деле использовал три ракеты по рамку не использовал и финиш но в топ-10 даже в онлайне попал но ничего страшно зато здесь в топ-10 попал о родине фига хухала 27 9 и джам для педиков я соглашусь но это не касается варианта когда ты хочешь в р тоже буст 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 плазмой вот это эффективно кстати говоря 1400 было в телепорт много скорости вот стиль джампами вам бы тоже на самом деле сейчас на самом деле очень мало карт где нужно делать теледжамбы поэтому я вам советую реально потренить теледжампы потренить их можно на карте капкорп тире джей у него по карты есть можете найти его на зеркале карт мвс . 3d . вот по извиняюсь ведь отвлекся в общем-то триньте теледжамп вроде под 78 вот вроде кстати были жесткий теледжампа в свое время очень жесткий так небольшой при джамп тоже по правой стороне ну по правой стороне не очень эффективно ведь он тоже большой круг сделал зато хорошо поднялся сразу начал плазмить и 1400 чудо и плазминки не доплазмил могло быть 1500 неплохо просыкал и хороший теледжамп вот кстати говоря да и он решает хороший теледжамп решает потому что это как бы ваша стартовая скорость на дальнейшем стрейфе если допустим где-то на пушках например это прямо не то чтобы жестко решает но чуть менее до чем на стрейфе то на стрейфе это ну это мазхэп хорошие теледжамп это просто мазхэп от 680 целую секунду перебил перебил вроде пузо так джамп теперь мы знаем о пузе больше учитывая информацию хухалы ой 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 ну очень долго летел скорости конечно много но вот кстати с густа просто приземлился и хороший теледжамп и хороший дабл джамп нормально все четко сделал густы но вот минус огромный минус что ты в воздухе ты же вроде как уже опытный ты должен понимать что нужно в таких ситуациях подлетать как можно ниже вот как лунтик сделал он сделал буст 1 очень низкая это реально это это очень сложно это сложно прочувствовать момент потому что можно выстрелить раньше чуть позже и уже буст не получится сверху конечно падая тоже тяжело буст сделать но это медленнее это реально медленный так что пуз ставлю тебе минус минус галочка понял тебя так 26 7 чуть-чуть перебил хэйс ноу топ-3 да мы видим как ну тут пуз позволяет на стоп-3 и стоп-2 и топ-3 весь такой рядышком расположился 27 судя по всему все будет на густах листов 3 что роде вроде как не делал так по левой стороне возможно вроде бы огромный минус в том что он просто по правой стороне стартовал это естественно надо проверять тоже очень много плазмы потратил на подъеме я вот не помню как у меня то есть я можно потратить в принципе на подъем но а 9500 нормально хороший добыл джон можно ее потратить и на подъем но в этом случае нам надо тогда двигаться диагонально то есть мы смотрим на стену да вот стена грубо говоря перед нами прямо к нам нужно двигаться диагонально уже набирая какую-то стартовую скорость чтобы подлететь со стартовой скоростью раз повернуть в цепи мда и начинать уже плазми ну посмотрим 26 7 москаль первое место поздравляют москаль давай скачи по левой стороне 1700 заворот хороший граната вверх так густы плазмы 1500 но можно было получше конечно ну пузо со скольжением со скальзыванием так сказать было конечно гораздо лучше ну и вот он здесь тоже заигнорировал на волшеб и без джампа получилось быстрее да неплохо неплохие дамочки давайте теперь посмотрим на на меня так сказать 25 4 получается на 1 3 быстрее давайте посмотрим тоже естественно при джамп причем такой здоровый а но я не перелетал да и просто делал джамп чтобы скорости было побольше вот я максимально низко по идее подлетал и 1500 у меня было и здесь с дабл джампом я просто вылетал или джамп у меня конечно тоже получился не самый хороший но вроде как застретил я неплохо а у арки по моему 25 и 8 или 25 и 7 что такое в принципе арка наверное не очень хорошо постарался но то есть я подлетел низко и плазмин по стене потом я сделала был джамп сразу на слик это быстрее чем соскальзывать густом потому что ты часть слика выпускаешь так что никто дорожку правильную сделал очень жаль за очень-очень жаль и так браузер войне по браузер так стоп этот браузер это ссылка вот тот браузер потом понаписали а ничего такого ладно а то вдруг сейчас спалю вам тут всю эту контору блин и так тот браузер это тот браузер все москаль получает 76 поинтов красавчик еще нету его в топ-10 100 есть прокипок зато есть варпак зато есть хокса то есть их от и карус 18 демок cpm 22 ой 18 демок в ку-3 22 cpm комментариев не очень много я думал что плазма от стены херой идея да вот зря ты так думал потому что плазма от стены это очень полезная и быстрая идея у стронбиста классные ракеты заруинили волка но и дупо заруинили а шанси и стронбисту значит приз за оригинальность в итоге приз за оригинальность никто не получит потому что ничего особо оригинального я больше не увидим челик возможно реально из-за и майки это прикольно а в общем то все ребята всем спасибо всем удачи спасибо спонсору так сказать я бы его скорее всего все равно записал может быть может и нет и потому что я не знаю такие вот дела и еще у меня сосед опять начинают делать ремонт вчера ночью бухал а сегодня делать ремонт круто круто живем ребят всем спасибо всем удачи будьте здоровы и не забывайте стараться лучше